Русская мозаика Британской галереи. В Национальной галерее в Лондоне огромная коллекция мирового искусства. Есть только одна живописная работа русского автора – Ильи Репина. Однако, если присмотреться внимательнее, то мы увидим гораздо больше связей этой галереи с русским наследием. Начнем с того, что в основе коллекции этого музея лежат 38 картин, собранных Джоном Джулиасом Ангерстейном. Он родился в 1732 году в Санкт-Петербурге. Его матерью была русская царица Анна Иоанновна, а отцом – уроженец Лондона Эндрю Томпсон. В 15 лет Джон Джулиас уехал в Лондон и, по иронии судьбы, жил неподалеко от галереи, где сегодня выставляется его коллекция европейской живописи. Связи Национальной галереи с русским искусством не заканчиваются на этом. Войдите в музей через парадный вход, пройдите по грандиозной лестнице. Первое, что встречает вас в музее – это четыре огромные мраморные мозаики. Они созданы русским художником Борисом Анрепом. Мастер работал над ними 30 лет до начала 50-х годов XX века. Среди персонажей мозаик – политик Уинстон Черчилл, философ Бертран Расселл, писательница Вирджиния Уольф, актриса Грета Гарба. Борис Анреп был знаком со всеми прототипами своих мозаик. Есть среди них также и русская балерина Лидия Лопухова и поэт Анна Ахматова. Анна Ахматова на мозаике склонилась и пьет из реки забвением. Что означает этот сюжет? Бонрис Анреп и Анна Ахматова были знакомы еще до русской революции. Говорят, что их связывало больше, чем дружба. Несколько замечательных стихотворений Ахматовой посвящено Анрепу. После революции Анреп уехал в Британию и звал с собой Ахматову. Когда Анне Ахматовой вручали почетную степень Оксфордского университета, она попросила найти Анрепа и организовать их встречу. Наверное, река забвения пересохла в 20 веке. Субтитры создавал DimaTorzok